Доброго времени суток! Поздравляем с церковным праздником! Святые память которых в этот день празднует Святая Православная Церковь Молите Бога о нас! Сегодня мы поговорим о том, как помочь нашим ближним познакомиться В прошлых видео мы говорили о том, что продолжать отношения сложнее, чем познакомиться Но познакомиться тоже бывает трудно Прежде чем помогать, знакомиться надо понять, зачем это надо А что тут непонятного для создания семьи, для флирта, для дружбы, для деловых отношений? В анкетах службы знакомств всегда есть пункт – цель знакомства, разве не так? Ну, все перечисленное – это относительно далекие цели А цель знакомства ближайшая – это всегда начать разговор В ходе этого разговора уже двое договариваются, что будут делать дальше Например, когда и где в следующий раз встретиться и зачем Таким образом, знакомство будет удачным, если в результате этого знакомства люди комфортно и конструктивно поговорили А если окажется, что эти двое не подходят друг другу? Ну так отлично, значит отбросили очередной невариант Ну и как помочь познакомиться? Создать условия для комфортного общения Например, если купили двоим билеты в театр, то эти билеты должны быть рядом Если пригласили за праздничный стол, то посадить их надо рядом Если дали телефон, то надо дать и тему для разговора Например, договориться об участии в каком-то мероприятии Если пригласили на мероприятие, то на этом мероприятии двое тоже должны быть рядом И при этом еще иметь возможность пообщаться У меня одна подруга пригласила своего нового знакомства на какой-то волонтерский фуршет Ее пригласили к VIP-столу, где она общалась со своими друзьями А потом удивляется, почему этот парень не захотел больше с ней общаться Ну да, действительно, как-то странно Мужик собирался провести время с девушкой А его запихнули пить чай с какими-то мужиками бомжеватого вида По-моему, так вообще-то поступают, чтобы отшить навязчивого ухажера Ну так получилось Поэтому, прежде чем устроить встречу с целью познакомить А не с какой-то иной целью, в том числе и познакомить Надо понимать, как будут развиваться события То есть, будет ли у людей возможность пообщаться И при этом надо учитывать, что это два незнакомых человека У них нет никаких еще общих интересов У них еще нет никакой взаимной симпатии Они не бросятся друг к другу, как кролики во время случки Ну, это точно Они на этом мероприятии начнут искать привычные для себя интересности Ну, каждый свои, конечно Поэтому, тот, кто знакомит, должен придумать, как удержать их рядом в течение долгого времени Ну, давай рассмотрим типичный пример Далее, парню телефон девушки Разумеется, согласие девушки И типа, пусть парень ей звонит, и эти двое обо всем договорятся Вот только девушка будет потом высказывать претензии Вот теперь этот урод постоянно меня названивает Я прошу не звонить, а он спрашивает, почему И слово за слово, и час с ним болтаю Настроение испорчено совсем Убери его от меня в секту Но это есть навязчивый А если застенчивый, то вообще не позвонит Или позвонит, но себе такое плохое впечатление произведет Что с ним общаться уже не захочется И что делать? Ну, сделать так, чтобы разговор был комфортный и конструктивный Для этого надо задать тему для разговора Лучше всего подходит приглашение на мероприятие Типа, рассказать, что за мероприятие будет Что там интересного Договориться о встрече Чтобы где-нибудь вместе встретились Вместе пошли Ну, как-то так Разумеется, мероприятие должно быть адекватное То есть это не поездка на шашлыки На дачу к кому-нибудь в незнакомой компании И не поездка в какой-нибудь дальний монастырь в паломничество То есть, если человек не понравится Чтобы была возможность комфортно прекратить это общение Например, двое идут в театр Но не понравились друг другу Ну, зато посмотрели спектакль Получили удовольствие Вежливо попрощались С надеждой друг друга больше никогда не видеть А если названивать будет? Ну, некоторые для этой цели Имеют отдельный мобильный телефон Чтобы давать новым знакомым Но лучше всего научиться грамотно Прекращать неприятные разговоры У офисного планктона Проводятся такие мероприятия Называется стресс-тренинг То есть, вырабатывается практика Разговора с неадекватным клиентом То есть, он будет психовать Буянить Навязывать себя и свой товар А ты с улыбкой Спокойно говоришь ему нужные слова В защиту своих интересов Ну, в общем, опытные любительницы Флиртовать Хорошо умеют отшивать Навязчивых ухажеров Поэтому они с радостью С молодой наивной девушкой Этим искусством поделятся А можно самому вообще купить Два билета в театр? Ну? Ну, тогда лучше не в театр покупать Это всё-таки дорого А они возьмут и не придут Надо тогда какие-нибудь Бесплатные билеты На открытые выставки Пригласить двоих Пусть там они уже и встретятся Ну да А они возьмут и не придут Сразу дела найдутся А, ну, понятное дело Эти дела называются Психологические комплексы Там всякие сразу мысли А что я надену? А я что-то неважно себя чувствую А я что-то неважно выгляжу А что я там скажу? А не то, а не сё В общем, тот, кто знакомит В этом случае должен проявить Больше энергии Чтобы этих двоих Подталкивать Навстречу собственному счастью Да, а если в гости пригласить? Ну, это вообще один из старых Проверенных временем Способов знакомить С целью создания семьи Хорошо представлен в искусстве Например, в классической русской литературе То есть молодой помещик Приезжает к себе В родовое имение Сразу к нему Заходит сосед Зовёт в гости А у него там как раз Уже дочка подросла Молодая, красивая Ну и дальше Разные возможные варианты Развития событий Сейчас на днях рождения На свадьбе ознакомиться Даже в дом не надо везти человека Если мероприятие в ресторане идёт Да, но только важно правильно Рассадить людей Чтобы те, кого знакомим Рядом оказались Ну и желательно каких-нибудь конкурсов Чтобы они тоже Друг с другом повзаимодействовали Только потом получается Что девушка к девичнику идёт А парень к мальчишнику Ну разумеется А так и будет Надо понимать Что большинство знакомств Скорее всего Ни к какому развитию отношений Не приведут Если человек одинокий То скорее всего У него есть На это какие-то причины И у него есть для этого Какие-то проблемы В противном случае Он бы уже давно С кем-нибудь Был бы знаком И был бы в каких-нибудь Отношениях Без вашей помощи Потому что всё-таки Люди кругом Кстати Даже если Из этого знакомства Что-нибудь и получится То того, кто познакомил Всё равно Никто Не поблагодарит За это Наоборот Будут обиды Вот познакомила С пьяницей Бодняком Или просто козлом Поженились А через три года Разбежались Причём Что самое забавное Будет Что развелись Не из-за того Что изначально Он был такой плохой А он таким стал После того Как она родила Ребёночка Сразу всё Внимание на малыша Мужику Внимания мало Ну мужик подумал А нафига мне Такое счастье Ну и изменился Не в лучшую сторону А виной Естественно Тот кто их познакомил То есть Помогать знакомиться Имеет смысл Исключительно В ситуации Если вам просто нравится Этим заниматься Ну это как Есть мужики По натории Бабники Они просто С женщинами знакомятся Потому что Это им Интересно И приятно Так вот Как правило Женщины есть Которые тоже Всех знакомят То есть Кто-то У кого-то хобби Быть бабником А у кого-то хобби Быть свахой Да Многих волнует вопрос А можно Научить Знакомиться Ну Научиться Можно Всему Вопрос Только Какой ценой И зачем Сейчас Модны Разные школы Пикапа Типа Как успешно Завоевать женщину Ну Пикап Это вообще Способ добиться От женщины Секса С минимальными Затратами Вот Вот только Такие женщины Не очень подходят Для семейной жизни Я интересную статью Ко пикап читал В общем Пикап Придуман Был В Соединенных Штатах Америки Где много Психологов И проституток И чтобы мужики Не путали Одних С другими И Был Придуман Определенный Стиль Общения Типа Чтобы клиент Психологов Не воспользовался Как проституткой Нет Наоборот Чтобы Проститутку Не использовал Как психолога А то Какой-нибудь Американский Безработный В общем Снимает Проститутку И вместо того Чтобы быстренько Воспользоваться Ее сексуальной Услугой Начинает Ей Рассказывать Несколько часов Все что у него Там на душе Накопилось А что плохого Ну так он же Заплатил Ей Как за 15 минут Орального секса А будет В извращенной форме Несколько часов Насиловать Ей мозг А девушке Вообще-то Работать надо Поэтому Если Он Критнет Из машины То что Кричат В американских Фильмах После чего Она сразу Ему бросается На шею Это значит Он подал Условный сигнал А она Этот условный сигнал Проняла И на него Ответила А Кринчевые Американцы На это Посмотрели И сделали Из этого Коммерческий Продукт Типа Смотри Как женщины Будут На тебя Бросаться А то Что это Проститутки Вообще-то И то что Они вообще-то Потом За свои услуги Деньги Потребуют Но это Как-то В рекламе Умалчивается А разве На стране Тоже так? Ну а Принцип-то Он один и тот же Если Женщина Дает Секс В обмен На слова Одного Соблазнителя То То Так же Подастся И на слова Другого Соблазнителя В принципе Конечно Можно Соблазнить Наивную Девственницу Но лучше Только Так Не делать Потому что Ей А Особенно Ее Родственникам Как ни странно Это не понравится А Способов Отомстить Соблазнителю Причем Без Нарушения Законов Существует Столько Сколько Соблазнитель Даже Представить Себе Не может Так что Все Пикапы Искусство Соблазнения Они Ничему Хорошему Не приведут Больше Навредят Чем Помогут А Если Не Соблазнять А просто Научить Человека Общаться С Противоположным Полом Психологи Очень любят Эту Тему Когда Клиент Говорит Конкретную Практическую Задачу А психолог Вместо Этого Начинает Предлагать Некое Абстратное Самосовершенствование Развитие Личности Там Навыки Общения Ну И все Такое Может быть Конечно Это и Хорошо Но Поставленная Задача Не решается А решается Та Которую Навязал Психолог Задача Была Познакомить Конкретного Парня С Девушкой А не Переделанного Этого Парня Допустим Парень Увлекается Учебой Научной Работой Он Ботаник У него Проблема Общаться С девушками Потому что Он Застенчивый Он Интроверт В будущем Он Может быть Будет Известный Ученый Можно С помощью Психологии Его Переделать Изменить Его Отношение К жизни Он Будет Гулять По клубам Он Будет Флиртовать С девицами Легкого Поведения Ну Вообще Как Цель Достигнута Формально То Да Но Только Человека То Ведь Испортили Ну А психолог Отработал Классическую Схему Впаивания Ненужного Товара Доказательством Того Что Этот товар Клиенту Нужен Убедил Клиента Что На самом Деле Ему Нужно Не познакомиться А Изменить Себя Но Это Но Это Совсем Не то Что Требовалось А Требовалось С учетом Личности Этого Парня Обеспечить Ему Комфортное Общение С девушкой Так Как Это Ботаник А не Какой-нибудь Продавец Арбузов Приехавший С Кавказа То Посадить Парня Этого За Один Стол В читальном Зале Библиотеки С девушкой Проблема не решит Как ни странно Чтобы он На девушку Обратил Внимание Надо Его Запихнуть В какую-нибудь Художественную Самодеятельность И там Его Вместе С этой Девушкой Мурыжить Некоторое Время Тогда Есть Шанс Что он На девушку Внимание Обратит И что-то там Возникнет Какие-то отношения У них А как Насчет Разных Служб Знакомств Ну Все Услуги Служб Знакомств Основаны На Принципе Как Подобрать Людей По ряду Признаков Чтобы Между Ними Возникло Комфортное Общение Но Проблема В том Что Комфортное Общение Это Очень Субъективный Процесс Зависимость От Анкетных Данных Не Выявлена Зато Известно Что Если Люди В течение Длительного Времени Находятся Рядом То Они Начинают Друг с Другом Общаться А вследствие Этого Общения Возникает Или Симпатия Или Антипатия Так Что Хоть По Анкете Подбирать Хоть Случайным Образом Людей Рядом Поставить Разницы Нет А еще У людей Бывают Заморочки Из-за которых С человеком Невозможно Общаться Заморочки Это тоже Вещь Относительная Кто-то Не может С таким Общаться А кто-то Наоборот Таких Любит К заморочкам Можно Даже Со временем Привыкнуть Причем Заморочки Обычно Проявляется Не в момент Знакомства А Значительно Позже Когда Человек Уже Начинает Глубже Раскрывать Свой Богатый Внутренний Мир И в заключении Остается Сказать Что знакомства Никогда Не бывают Лишними И ни к чему Не обязывают Да Именно Ни к чему Не обязывают На этом Мы прощаемся С вами До встречи В следующих Видео С вами были Семьеведы-любители Лена Магадан И Колян Платков Подписывайтесь На наш канал Платочек Ставьте Лайки Пишите Комментарии Если поставите Дизлайк Обязательно Напишите А за что Дизлайк-то До свидания Спасибо за внимание До встречи До встречи